Как отличить зависть, есть ли, типа, критика тоже завистью, вообще, на самом деле, да, она всё связана между собой. Давайте пока почитаю ваши вопросы. Когда в Украину? Не смотрите вы мои, значит, ответы в сторис? Никогда. Может быть, когда-то, через много лет, когда поменяется очень сильная ситуация. Гуаша, массаж, да, отличная тема, если есть время, желание. Привет. Вы чувствуете какой-то негатив от людей? Ну, когда мне пишут «Сдохни тварь», конечно, я чувствую негатив, исходящий от людей, знаете ли, или там «Ой, вся переделанная, стрёмная, дети на няньках» и вот это прочий бред. Ну, типа, конечно, конечно, я чувствую негатив. Если вам интересно, как бы как-то ли он на меня влияет, сказывается, то нет, я на себя его не беру. В каком я городе сейчас? Я, кстати, не знаю, как это город. Сапанджа – это тоже город или только озеро? Я на озере Сапанджа. Это возле Стамбула. Скоро уже домой. Что хотелось бы поменять в своей внешности? Дофига всего. Вы еще удивитесь, сколько я еще буду пластик делать. Я знаю, что вам кажется, что я ебанутая. Да, я ебанутая. Имя Камилла для девочки. Да, нормально. Да что, странно спрашивать, как кому-то имя для ребенка. Главное, как вам. Это самое прикольное в этом всем. Главное, что вы чувствуете. Я вообще считаю, я искренне верю, что как бы не мы выбираем имя, ребенок выбирает сам, и мы просто считываем как-то с информационного поля. То есть действительно, вот оно приходит, и чувствуется, знаете, что-то имя именно этого ребенка. Мне недавно там одна мини-блогерша какая-то хейтила, потому что я посмеялась в комнате. Короче, я считаю, что один из таких характерных отличий взрослой личности, зрелой личности и осознанной, это вообще умение посмеяться, там, сиронизировать, сарказм, вообще чувство юмора – это вообще как бы признак высокого IQ. Короче говоря, я нашла рилс, я иногда смотрю рилсы. Не прям каждый день, да, и каждый день бывает для, конечно, того, чтобы отслеживать тренды. У меня на курсе это называется «Насмотренность». И вот, значит, там видео, что женщина назвала свою дочку Латея. И я такая, хм, сейчас в комментах будет по-любому кайфец. Зашла в комменты, там просто комменты были, типа, Латея Экспрессовна, боже, Латея Экспрессовна, а у нее еще фамилия двойного, типа, двойного Латея. Ну, короче, какое-то такое вот это все очень смешное. Типа, мама, это правда, что ты в детстве очень любила кофе? Нет, что ты такое говоришь, Латея? Я просто посмеялась. Говорю, господи, какие смешные комментарии, ха-ха-ха. Она так на меня обиделась. Эта женщина говорит, как ты можешь? Соня, ты же осознанная, а ты смеешься над именем ребенка. Я вообще могу делать, что я хочу? Ну, типа, как бы тут раппо задевает, либо нет. Да, короче говоря, короче говоря, у меня маска спала. Ну, давайте без маски пообщаемся. Ни разу не смотрела, сколько стоят ваши курсы. Дорого? Обучение по личному бренду у меня дорогое было. Я буду делать, наверное, Экспресс-обучение, ну, как интенсив, там, недельки на две. И будет оно где-то около 100-300 долларов стоить. Личное ведение, как и стоило, так я не буду менять эту сумму. Это, господи, сколько у меня было? 5 тысяч долларов личное ведение. Сейчас у меня постоянно действующий закрытый канал. Это просто, не знаю, на самом деле, мне кажется, он бы мог стоить гораздо больше, чем любые мои обучения. Но это вот такое место, где я делюсь всем. Там и подкасты, и видосики, и наши интервью с Антоном, и все лайфхаки мои. И все-все-все рассказываю вообще, что в моей жизни происходит. Да, Дэвид жил в Украине полгода. Сейчас уже живет с нами. Какую страну бы сейчас выбрала для эмиграции? Дубай. Только. Что с маникюром? Я решила его отрастить, снять и быть без маникюра. Вот такое у меня ощущение появилось. Ботокс, конечно, всегда делаю и буду делать. И никогда от него, скорее всего, не откажусь. Упали ли доходы с прездом в Латвию? Вы шутите? Знаете, я потеряла больше миллиона долларов, и, конечно, упали раз в 10, как минимум. Конечно. Конечно. Меня разъебала эта вся ситуация. Конечно, не больше всех. Есть, конечно, очень много людей, которые больше потеряли. Но я, да, нормально так. Ничего? Благодарю. Дубай – это город. Да, простите, пожалуйста. Ну, я бы не выбирала все ОАЭ, просто конкретно только Дубай. Я в курсе, что это город, если что. У меня сейчас нету филеров нигде. Я не знаю, считается ли ботокс филером, но, по-моему, он не считается филером, потому что филер – это то, что как бы наполняет и остается. Ботокс – это просто токсин, который действует на мышцы, и он абсолютно уходит. То есть у меня есть ботокс сейчас в лбу. Еще, кажется, в подбородок я поставила все. И у меня филер в губах, который я очень-очень хочу и буду удалять. Все. Я однажды поставила углы Джоли, и они уже давно-давно сошли. И я об этом очень сильно пожалела. Это было самое уебищное, что я с собой сделала. Больше у меня в лице ничего нет, никаких филеров я не колю. И знаю, что... Я без фильтра только что была какое-то время, можете потом пересмотреть. Почему с фильтрами снимаю? Ну, так мне нравится. Мне так вот заблюренное лицо, мне кажется, так симпатичнее. Так мне хочется. Если вам хочется услышать, что я себя не принимаю и не люблю, хорошо? Я просто себя не принимаю и не люблю. Поэтому только с фильтрами могу. Простите. Ресницы свои, но они мне сейчас выпали. У меня, видите, какая-то аллергия, у меня веки напухли. У меня сейчас не накрашены ресницы. Не думала, что тебя схватит паничка, что ты, казаться, а не быть чё? Чё? Чувствительность такая же после боя таксо? Лоб разве чувствительный? В плане, типа, больно ли если я ударюсь? Конечно. Если бы выбор был только между европейскими, оставалось бы, наверное, в Латвии. В Латвии, знаете, такой как бы ещё наш привычный менталитет. Ещё не такие уёбищные законы. Ещё не приходит эта вся навязанная ментальность, культура. Так сильно и так интенсивно, и так быстро. Ну, короче, чуть полегче, как для меня. Но в целом, конечно, всё равно очень много минусов тоже. Благодарю. Благодарю. Панические атаки, да, бывают. Вот сейчас уже поменьше гораздо, чем было. Я сейчас работаю со здоровьем, конечно. Уже гораздо лучше. Уже я себя вытянула из такой жопы, в которой была. Но да, ещё пока бывают. Особенно у меня они вообще начали в самолёте. Я, кстати, прикиньте, никогда в жизни не боялась летать. Что? Не боялась. Мой мозг. Что? Не боялась летать никогда в жизни. Начала бояться чуть-чуть после того, как с Дэвидом ещё до беременности Лолой попала в сильную турбулентность. Прям даже не турбулентность была. Это были такие воздушные ямы, мы к потолку подлетели три раза. Было очень сильно. Но потом, я как-то не знаю, я всё очень люблю рационализировать в жизни. Я потом почитала о том, что это самый безопасный транспорт. И скорее всего и быстрее, с большей вероятностью ты попадёшь в аварию на дороге. А у меня есть такая философия, что если мне суждено умереть, то я умру либо в самолёте, либо в тот же день, если не на самолёте, на меня кирпич упадёт. Это дело такое. Поэтому здесь у меня нет такого страха. И да, как только я собираться анализировала, всё это объяснила, поняла, что и турбулентность особо не опасна, вообще нормально было. Вообще ноль страха. И даже прикольно, даже во время турбулентности мне было, знаете, как типа в машине на кочках. А последнее время вот как раз это состояние. Почему-то у меня прям очень сильное чувство, что я умираю. Я не знаю, что с этим пока делать. Просто вот где-то на взлёте, на посадке, мне кажется, что всё, у меня останавливается сердце, я задыхаюсь, мне не хватает воздуха. Сейчас в самолёте мне никто не поможет, и меня вот это до свидания просто. Пока я с этим ещё не разобралась. Любит ли Антон готовить? Ну не так, чтобы любит, но готовит вкусно. Можно иногда готовить. Когда буду снова в Варшаве? Кстати, скоро буду, в августе буду. Можно ли чуть детальнее, что не нравится западной ментальности? Откликается. Да я часто рассказываю, в принципе. Сейчас опять начнут говорить, ой, блядь, мозги у тебя промытые, пропаганда там, что-то ещё. Нет, как бы у меня абсолютно тоже рационально, абсолютно адекватно. Есть понимание того, что в мире происходит, да, куда мы идём, какие ценности нам навязывают. Я не ошиблась, или сейчас там Илон Маск объявил, что его сын больше не сын? Я же ничего не перепутала. Ну типа, блядь, давать своим детям таблетки, нельзя детям говорить до какого-то возраста мальчик он или девочка. Давать им возможность выбирать. Чё, блин? Ну то есть вообще нет. Вы знаете, что есть в школах у Германии, мне это рассказывали, как бы рассказывал не один человек, который реально в Германии жил. Я бы не поверила. Я даже часто говорю, но как будто, типа, не хотелось бы говорить, потому что я это не видела своими личностно глазами. Но многие мне рассказывали, да, что у них уроки этого сексуального образования, где они там в том числе могут просто догола, раздеваться, типа, а-ля, сиди, смотри, как бы вот надо там учиться принятию тела. Мне вот мой один друг, с которым я общалась со страны, где это всё вообще очень принято, супертолерантно и слишком толерантно, рассказывал, что у них там эти уроки, вплоть до того, что их там говорят, подержись мальчиком за ручки, там, смотри, это хорошо, это ничего страшного. Если, типа, ребёнок скажет, что нет, мне папа сказал, там, например, что геи-то нездорово, то могут ребёнка вообще забрать из семьи. Ну, то есть это всё там, как бы мне вообще не нравятся эти все ценности. И ещё раз, я… хотите, конечно, считайте меня гомофобкой, пускай. Я просто скажу, как я считаю, а вы уже там сами чувствуете. Кажется вам, что я искренне говорю, либо нет, да, и адекватно это, либо неадекватно. Мир, он абсолютно многообразный, многогранный. Это окей. Честно, у меня уровень принятия, я считаю себя очень зрелой личностью, очень осознанной, сознательной. Вообще нет у меня с этим проблем. Я принимаю всё, что в мире есть. Я прекрасно осознаю, что по-разному бывает. И так должно быть. И не бывает белого без чёрного. И не бывает добра без зла. И не бывает там умных без глупых. И всё очень по-разному. И вообще во мне ноль осуждения, во мне ноль непринятия. Я всё принимаю. Я не принимаю только то, когда немножечко искажения выдают за истину. То есть, скажем так, я могу понимать, что есть природа. Есть так, как природа создана максимально… Ну, как бы, как это скажем. То есть, природа создана. Есть исключения, да, так скажем. Но чуть-чуть отклонения от того, как задумано. И так тоже может быть. Но вопрос то, что вот эти отклонения, их не стоит выдавать за то, как задумана природа, и что это вообще нормально, и что давайте тут выбирать. Вот как бы так. Поэтому пускай будет. Я понимаю, что, ну, как бы, окей, каждый себе выбирает. Как ему жить, как трахаться, с кем трахаться. Вообще всё равно. Вообще кого любить. Пускай каждый делает, что хочет, но если это навязывают, и если это уже происходит подмена понятий, то, ну, как бы, вот это уже нездорово. Поэтому нет, у меня нет абсолютно гомофобии. Я просто не считаю, что это должно выдаваться как за абсолютную норму, что ребёнок, он должен, там, иметь право выбирать. Ребёнок, он не… Вообще, в принципе, у него нет такого мозга, чтобы там что-то ещё себе выбирать. Если ко мне, не знаю, там, Лола придёт в 15 лет и скажет, «Мам, ты знаешь, мне кажется, что мне нравится девочка», я не скажу, типа, «Да, ты знаешь, Лолочка, ну ладно, я тебя люблю и принимаю». Нет, это будет долгий, серьёзный разговор с объяснением того ребёнку, что, как бы, давай сначала разберёмся, потому что нравится, может быть, по-разному, и там, как бы, можно и перепутать, да. И, знаете, есть… Короче, был где-то тоже, в паблике обсуждали, что Илона Маска мальчик девочкой хочет быть. И, короче, там же обсуждают все. Типа, а чего вот так происходит, что почему-то именно у богатых и знаменитых вот это как-то очень часто, как-то у нас там, у обычных людей, но очень редко, чтобы такое происходило. Я сейчас говорю про гомофобию, Антончик. И, короче говоря, там пишут, да тому, что, типа, коли богатые, то вони хернёю страдают. Якщо в нас сели там хлопчик прийде до батька и скажет, батька, я девчинка, а він скажет, хуевчинка, иди до трактора седай. Ну, типа, как бы, ещё подзатыльник пишут. У нас, как бы, типа, нету такого, что это будет поощряться. Ну, понятное дело, что, может быть, тогда уж там разговор, и как-то, когда уже понимаешь, что, ну, точно так и по-другому никак, то, конечно, будешь принимать, но это не значит, что это должно сразу просто априори, типа, окей, ну, выбирай, делай, что хочешь, ну, если ты так почувствовал, то ладно, сам разберёшься. Как ребёнок может сам разобраться? Бля, разбирайся, может, тебе ещё собака нравится. Ну, короче, это всё очень странно. Это всё очень жёсткие искажения. Это всё из-за воспитания? Да. Ну, то есть, как бы, у ребёнка должно быть право выбора в рамках, которые родители ему установили. Да. Ну, и вот такой ерунды, правда, очень много. Поэтому нет, ну, как бы, я абсолютно адекватна, абсолютно толерантна, но, как я уже сказала, не люблю подмену понятий. И когда что-то идёт ту матч, и когда мои дети могут сбиваться от каких-то адекватных ценностей, я за классические ценности. Скоро посмотрите мой подкаст, который вот я записывала, и, может быть, чуть-чуть ближе соприкоснётесь с моим мышлением, да, в плане того, что, ну, я думаю, вы и так понимаете, когда я говорю, что я хочу там семь детей, большую семью. Я за классическую модель семьи, за большую семью, за патриархат, за нормальные взаимоотношения женщины и мужчины, там, где женщина как бы идёт, следует за своим мужчиной, она его уважает, она с ним яйками не меряется, там, не, блин, пытается затолкать какой-то феминизм, жёстко там на свои права отопить, а нормально принимает, уважает, включает свою женскую мудрость, где она выполняет свою биологическую функцию, где отношения, они торговые там, рыночные, а основанные на любви, взаимоуважении, понимании и так далее, и так далее. И вот хочется, чтобы дети у меня росли в таком здоровом обществе, в здоровом понимании, в здоровых этих ценностях, в ценностях видели пример любви, пример отношений и как-то двигались тоже в направлении недеструктивном, созидательном. Вот как-то так. Сейчас же где уже сказали, что там планируют принимать вот эту возможность человеку выбирать, там, если он хочет быть, может быть, животным? Есть это в Китае, там человек, который живёт как собака, перед ним купил себе костюм собаки, ты видел такое? У тебя, если уже такое будет, это не совсем дурдом, правда? Дэвид вообще во второй должен переходить по нашему классическому образованию, по-британскому. Четвёртый класс, четвёртый класс. Всё, мы с тобой идём. Иди, посмотрите, какой у меня красивый муж. Сейчас вам его как-то покажу. Любимый, можно тебя показать своим подписчикам? Ты мой любимый абьюзер. Я здесь. Да? Да. Ну, идём вкусно кушать. Смотрите, какой вкусный. Ещё и скрипнул дверью. Как ты мог? Смотрите, как тут красиво. В основном, я там подкасты сейчас буду записывать про рефлексию. Куда мы идём? Сюда, да, куда. Здесь как будто бы потише, да? Да. Всё. Всех обнимаем. Всем хорошего вечера. А нам приятного аппетита. Пока. Итак, может, это... Как? Что вы? Итак, можете сделать скрин, хотите? Спасибо. Так, меня не закрывай. Пойдём. Пойдём.